Рудная пирамида минералогической волки представляет собой эталонную коллекцию медных и железных руд. В каждой ячейке по сорту руды. Какая-то больше подходит для пушек, какая-то для ядер, треть ячеек пусты. В эту рудную пирамиду легендарные металлурги хотели поместить еще не созданные сплавы, ведь борьба была не шуточной. Металл Демидовых был прямым конкурентом шведскому железу. Они очень много сделали для России и тагильский металл позволил выйти на европейский рынок России впервые как промышленная держава, не с пенькой и медом, а именно промышленной державе. Так о железе из России узнали в мире, но по словам наследников Демидовых повторить успех так и не смогли. Ковкая, гибкая, прочная и плавкая. Формула идеального уральского железа – загадка. Эта коллекция уникальна и сегодня. Вот железный пруд, который скрутили в узел без единой трещины, а это самовар, который вытянули из простой железной болванки. Как говорят организаторы, тогда на такое были способны только Демидовые. В летописях сохранились данные о том, какими важными были волжские и свияжские пристани на пути железа в Европу. В Казанском музее говорят и о том, что на Урале ковали специально для Казани. У нас есть много памятников архитектуры, которые оборудованы металлом Демидовы. Это у нас Благовещенский собор и, соответственно, храм Петра и Павла. Хотя Демидовы и Казань – звенья одной цепи, но выставка сюда еще не приезжала. Зато сейчас пробудет долго. Увидеть уральское железо в стенах Кремля можно до самого лета. Рамиль Шайдулин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова